Оборот табака и как быт с электронными сигаретами определяли сегодня на совещании у президента. Александр Лукашенко призывал найти новые подходы в борьбе с курением. В республике проводится политика, направленная на сокращение потребления табака. Соответствующий декрет президента принят еще в 2002 году. Теперь документ требует корректировки. Что ждать белорусским курильщикам и какой заслон убивающему здоровье дыму поставят в стране. Подробности у Евгения Горина. Электронные сигареты распространяются со скоростью дыма. Законодательство еще не успело охватить своими нормами новинку. Поэтому парилки, так их называют в интернете, сегодня доступны даже детям. Между тем чудо-новинка запрещена в Дании, Израиле, Канаде, Бразилии, Австралии, Норвегии, некоторых штатах Америки. Там они считаются опаснее обычных сигарет. Сегодня на стол главе государства лег законопроект, регулирующий этот новый сегмент рынка. В числе прочих даже предложение запретить электронные сигареты. Декрет, призванный снизить потребление табака нашими соотечественниками, был принят еще в 2002 году. Необходимые изменения вносятся в него регулярно. Но должного результата, на который мы рассчитывали, пока нет. Поэтому, во-первых, нам следует проанализировать, как исполняются положения декрета в действующей редакции, каких подвижек удалось достичь. Во-вторых, об ответственных непосредственно за реализацию его норм, насколько эффективно мы отслеживаем результаты проводимой работы. В-третьих, мы видим, что люди по-прежнему курят, и одних запретительных мер явно недостаточно. Более того, появляются новые продукты для имитации курения, наносящие не меньший вред здоровью, чем табак. Речь идет об электронных сигаретах, которые становятся все более популярными. Мировой опыт практика показывает, что для достижения результата нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер. Административные ограничения должны органично сочетаться с различного рода стимулами, поощрениями и информационной работой. В Беларусь сигареты почти не завозятся. 98% табачной продукции, в том числе и лицензионная, произведенная своими предприятиями. Ясно, что на чашу весов еще и экономическая телесообразность. Это немалые деньги. Однако, по оценкам международных экспертов, на лечение заболеваний курильщиков национальной экономики тратят до 1% ВВП страны. Потребление табака наносит существенный вред для здоровья граждан, а ущерб здоровью от употребления табака ложится тяжелым временем на общество и государство. Табакокурение является одним из основных и устранимых факторов риска развития неинфекционных заболеваний, их осложнений и преждевременной смертности. В нашей стране на долю неинфекционных заболеваний приходится около 86% всех болезней и 82% всех смертей. Например, на лечение болезней кровообращения в 2015-м государство потратило 100 миллионов долларов. А как оценить косвенные экономические потери от выплаты пенсии по инвалидности, бесплатное лечение или недополученную выгоду от выпавших из экономики любителей подымить? Руководители некоторых предприятий начинают стимулировать за отказ от курения рублем. Надо вкладывать сегодня в людей. Будем вкладывать в людей долгосрочные активы, которые в обязательном порядке дадут о себе знать. Квартал не куришь, заносишься в команду не курящих. Если где-то, так сказать, был замечен в этих делах, значит, всё. Звучит тема, что он покуривал. То есть народ сам уже в этом плане разделился на курящих и не курящих. Раз в три месяца Александр Владимирович получает динаминированную сотню, по старому миллион рублей. Неплохая прибавка к зарплате за отказ от сигареты. Бросил курить, жду не курить третий год. Чувствую намного лучше себя. Здесь человек у нас, мой друг, короче, раньше курил, а потом вот как начал давать, бросил курить, перестал курить. И сейчас работает намного лучше. Американская статистика говорит, что продолжительность жизни курильщиков в среднем на 13 лет меньше. Большой процент трудоспособных мужчин до пенсионного возраста не доживает. Ещё и поэтому его повсеместно приходится повышать. Так что надо ещё посчитать хорошенько, а что экономически выгоднее? Процветание табачной отрасли или всё-таки здоровая нация? Каждый второй мужчина и каждая десятая женщина. Примерно треть белорусов курит. Цифры, в общем-то, схожие с общеевропейской статистикой. Однако в плане ограничительных мер для любителей подымить Беларусь ещё сильно отстаёт от государств Европейского Союза. Эксперты считают, что каждые 6 секунд в мире от болезней, связанных с курением, умирает один человек. Ежегодно курение становится причиной смерти 5,5 миллионов человек. В 2015-м от болезней, связанных с курением, умерло около 5000 белорусов. Каждый год вместе с дымом растворяется население, равное небольшому городу. Самые жёсткие антитабачные законы в государствах с небольшим населением. Просто в них заметнее, что табак делает со здоровьем нации. В Ирландии штраф за курение в неположенном месте заплатят не только курильщик, но и хозяин помещения. Можно раскошелиться аж на 10 тысяч евро. В Финляндии пионер по антитабачному закону, и он самый строгий в мире. Запрещено не только курение в общественных местах, но даже спонсорство от табачных производителей. Результат, за полвека число курильщиков снизилось почти в три раза. Осенью здесь будут обсуждать новые поправки законопроект, связанные с электронными сигаретами. Табак является причиной большинства преждевременных смертей. Все понимают, что если бы табак появился на рынке сейчас, то его бы запретили. К 40-му году Финляндия хочет стать некурящей страной. В Новой Зеландии эта цель намечена к 25-му году. По данным Всемирной организации здравоохранения, за 20-й век табакокурение стало причиной преждевременной смерти 100 миллионов человек по всему миру. Это больше, чем погибло во время Второй мировой войны. Эксперты считают, что к концу 21-го века число жертв табака возрастет до миллиарда. В Беларуси продолжат бороться с курением. Не запретительными, а ограничительными мерами. Этот декрет приравнивает реализацию электронных систем курения к реализации табачных изделий. Кроме того, декретом уточняется порядок продажи, уточняются места для курения, жестко регламентируется, другим образом говоря. И, собственно, вводится запрет на потребление и оборот некурительных жевательных смесей. В целом, проект декрета президентом был поддержан. Документ еще доработают.